Привет, дорогие друзья, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы тоже здравствуйте. Поговорим сегодня о Самвеле Адамяне. Вы знаете, смотрю на этого человека и понимаю, что все грани стерты. Он переступил через все. Ведь очень много, часто на самом деле, блогеры, да, ради просмотров, ради собственного хайпа, да, переступают через все. Начинают месить родственников, близких, родных людей только для того, чтобы дальше получать свою копейку. Они уже не готовы получать меньшее, поэтому готовы удавиться ради того, чтобы держались просмотры и шла копейка в карман. От этих всех блогеров не отстает и Самвел Адамян. Вообще, я понимаю, насколько он убогий, закомплексованный, несчастный человек, который постоянно вынужден соперничать с собственным старшим братом. Он вынужден постоянно доказывать себе, матери своей, всем окружающим в том, что он лучше Эдика. Ведь возьмите, да, пусть Эдик не идеален 150 раз, но никогда он не самоутверждается с помощью Самвела. Это удел только слабаков, что и делает Самвел. В этой ситуации Эдик ведет себя, да, более чем достойно. То есть, он наоборот всегда говорит, что у меня с братом хорошие отношения. Но это не в случае ущербного Самвела. Этот постоянно готов замешивать Эдика, всю его семью, отца, кого угодно, только для того, чтобы самоутвердиться, хайпануть и доказать себе и матери, что он лучше. Он постоянно упрекает, да, каждой своей копейкой. Он постоянно упрекает каким-то образованием, которое он дал, квартиру, которую он помог купить, деньгами, своими связями, возможностями. Ребят, вы знаете, я бы не хотела помощи от такого человека, потому что, когда ты помогаешь родным и близким, ну, нормальный человек об этом забывает, он на этом не кичится, не напоминает и тем более не упрекает. Но мало того, что Самвел, да, упрекает публично, это и публично унижает. Это самое страшное. То есть, одно дело, когда ты там в какой-то личной беседе, да, можешь сказать, вот я тебе помог. Ну, если ты уже к этому склонен, да, к вот этой мелочности, то есть, вспоминать и ставить на этом акценты. Но совсем другое, вываливать, ребят, это на просторы Ютуба. Он страшный человек. Это человек, который, да, из-за своих комплексов и душевной какой-то внутренней неполноценности готов на публику любое вот это свое вырыгивание, извергание, просто полоскать кого-то, и все ради просмотров этих денег. И опять-таки, чтобы потешить свое самолюбие. То есть, да, вот он, я герой, я вам помог деньгами, квартирой, там, своими связями и возможностями. Опять-таки, ребята, как он месит и унижает этого бедного отца. Это настолько мерзко, это настолько отвратительно. Как бы ни было, но это твой отец. Как бы ни было, но это пожилой человек. И опять-таки, ребята, объективности ради стоит заметить, да, что никогда в разводе не виноват один человек. Ну вот, объективно, всегда в разводе виноваты двое. В любом конфликте, в любой ссоре всегда виноваты двое. А тут опять-таки он пытается нам рассказать, что мама белая и пушистая, да, а во всем виноват отец. Но, глядя на маму, я никогда не поверю, что она была белая, мягкая и пушистая, такая прям вся в божий одуванчик. Все мы знаем, кто такая Самвела мама и как она себя ведет. И я все больше убеждаюсь, что он действительно становится похож именно на свою мать. И опять-таки, да, возмущается, что его не пригласили на свадьбу. Он этих родственников не знает. Ну, прости, откуда ты их можешь знать? Зачем ты делаешь виноватыми кого-то? Ты в свое время отказался от отца. Естественно, отказался от его родни. Вы не поддерживали отношения. О каком приглашении на свадьбу может идти речь? У нас здесь, опять-таки, да, у него просто снесло крышу, что Эдик туда поехал, а Самвел там нежданный, да, незваный, нежданный гость. Ни Самвел, ни Ира, ни мама. И я вам хочу сказать, да, он действительно в этом всем очень ущербен. Когда он называет своего отца, да, вот это, это ОТО. То есть это, ребят, вообще здравый человек даже, я не знаю, у себя в голове не сможет переварить эту информацию. Что его отец не поздравил с днем рождения. Что даже Эдик поздравил. Маленький вопрос, а ты с отцом поддерживаешь отношения? Ты отца поздравляешь с днем рождения? Ребят, вы знаете, это жутко, когда вот такое душевное больное было в полной опе. Зачем ты упрекаешь, да, вот этой немощностью, несостоятельностью, невозможностью построиться старого человека? Вот он пытается даже здесь показать, да, что посмотри, отец, какой я успешный сын, сколько я всего могу, сколько у меня денег, и насколько ничтожен твой Эдик. А ты вот Эдик, Эдик, типа. Для меня, ребят, объективно, это выглядит именно так. И когда вот он это все делает, это действительно мерзко. Когда он постоянно обсуждает и осуждает отца, тем более, когда он вываливает, да, вот эту всю грязь, семейную грязь, семейные какие-то дрязги, конфликты на просторе Ютуба, я не понимаю, зачем это делать. Это, я не могу это никак по-другому расценить, как просто желание заработка и словить хайп на вот этом всем. Потому что люди, понятно, начнут писать гневные, негативные комментарии, это начнет продвигать видео, а Самвелу только это и нужно. И опять-таки, да, я смотрю, как он всех, допустим, родственников готов месить, всех готов упрекать, всех готов попрекать, и только у него самая лучшая Ира. Возникает маленький вопрос, а где была твоя Ира, когда ты там ночевал, скитался по вокзалам? Где была твоя Ира, когда ты тягал эти баулы, как ты рассказываешь? Где была твоя сестра до твоей успешности и популярности? Чем тебе конкретно помогла твоя сестра? Если ты уже вываливаешь все из подня, да, вашей семьи, так ты уже вываливай реально все. И вы знаете, такой момент, если бы он мог отречься, да, от отца и откреститься, он бы это сделал. И он еще возмущается, что он где-то нежеланный гость. Ребята, я бы не хотела такого гостя, я бы не хотела такого родственника, такого члена семьи. И я думаю объективно, что отец его просто стыдится. И на самом деле есть чему стыдиться, потому что когда сам Вэлл кричит «я, я, я», он забывает, что «я» — это последняя буква алфавита. И на самом деле он забывает следующее, а что он добился, да чего в этой жизни? Все, что он имеет, это все благодаря Ютубу. И не более того, сам в жизни он никак не самоутвердился, никак не самореализовался, но являешься ты оперным певцом, хотя он сам признал, что зарабатывает он там копейки. И опять-таки на чем ты поднялся? На своей как раз ущербности, несостоятельности и жалости к тебе, как к убогому, вот этих твоих фанаток, которые изначально, да, увидели какие-то руины, трущобы, грязь, где ты жил, они начали тебя жалеть и слать тебе донаты, посылочки, ну, в общем, взяли тебя еждивенца к себе на содержание, вот такие, да, видя твою ущербность, такого мальчика-мальчика закомплексованного, несчастного, убогого и обиженного жизни. И они сотворили с тебя звезду кумира. И в этот ранг они тебя внесли, и благодаря им ты начал зарабатывать деньги. А до этого ты кем был? Никем. Ты вот именно таскал баулы. Так почему, если тебе, да, фартануло, опять-таки, тебе фартануло, да, и ты держишься сейчас исключительно на грязи. Ты никому уже не интересен, на тебя смотрят, как на фрика Ютуба, и ты на этом зарабатываешь, да? Так если ты уже держишься на грязи, вспомни свои корни, вспомни, кто ты, и будь проще, прекрати трогать отца. Это старый пожилой человек. Вот ты всем кричишь, не смейте трогать мою мать, обижать мою мать, говорить о ней плохо. Почему же ты сам говоришь плохо, в таком случае о своем отце? Ведь как бы то ни было, да, повторюсь, не виноват в разводе один человек, всегда двое. И ты не знаешь доскональной правды. И проблема еще, ребята, вся в том, что мать, да, изначально вбила клин между детьми, между детьми и отцом. Это она их постоянно, да, керосинила, лила эту грязь, рассказывала, какой отец плохой, как он с ней подло и непорядочно поступил. Она сделала все для того, чтобы Самвел возненавидел отца. Походу и у Иры нет теплых отношений с отцом. И может быть отец далеко не такой, каким хочет его показать, преподнести мама. И все-таки Эдик, я так понимаю, походу намного ближе с отцом, чем с матерью, с Самвелом и Ириной. Они вот крутятся, суетятся вокруг своей матери, да. А у матери, видно, болит сердце за Эдика. У нее Эдик, Эдик, Эдик. Она постоянно пытается, да, как-то их типа примирить с Самвелом, но она не понимает, что вот эту вражду и соперничество она не примирит никогда, пока у Самвела будут его комплексы. И вот это горе обиженного ребенка внутри него. Он этого Эдика готов, я не знаю, съесть, замесить, разорвать, как угодно. И больше всего, я думаю, он его ненавидит даже за Ютуб. Потому что, опять-таки, Самвел наверняка и рассуждает. Но если он брата называет Пэдигри, то о чем здесь можно говорить? Он наверняка и рассуждает, да, что где был бы твой Ютуб, если бы он не развился на моем имени. Но здесь он объективно как бы прав, да, то есть контент Адамяна-старшего зашел действительно благодаря тому, что узнали Самвела и захотели узнать Эдика. Но, опять-таки, Ютуб – это свободная платформа. Понятно, что и брат далеко не такой белый, пушистый, как Самвел. Я буду обозревать семью Адамян. Но, ребята, Самвел вообще мерзкий. Мерзкий, убогий, нищий душой. Вот такой действительно ущемленный, обиженный по жизни. Ну, а на сегодня я буду со всеми прощаться. До новых встреч. Пока.